Девушки отдыхают 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 стола три карты, и с руки две. Это строгое правило. Ну, то есть, в холдоме, например, если лежит флеш на столе, то ты можешь сказать, вот у меня флеш. А в руке у тебя нет этих двух карт, например, совсем. Ну, то есть, ты можешь брать любые пять карт из семи, пять на столе, и две своих, то есть. А в Амахе ты всегда должен строго брать... Например, в Амахе лежит на столе такая конструкция, например, из ну, не знаю, четырех пик. А у нас вот такая вот рука. Мы не можем подложить пику и сказать у нас флеш. Потому что надо взять обязательно две карты с руки. Поэтому мы только можем взять вот такие две и сказать у нас стрит. Так можно. А если бы не было этой девятки, например, а была бы какая-нибудь там, не знаю, троечка, то ты не можешь положить три и сказать, а вот у меня такой стрит. Так нельзя, ты должен взять только две. Только две? О, у тебя четыре карты, ты бьешь только две. И с ними играешь. Только две из руки. Любые две. Но всегда две. Ни одну, ни три, ни четыре. А менять можно или покупать дилер-карты? Нет. То есть мы берем всегда строго две карты с руки и две карты со стола. Ой, прощи, прощение, три карты со стола. Вот смотрите, например, такая ситуация. На столе будет лежать у нас, ну, скажем, четыре дамы. Бывает же такое иногда приходит. Вот такой вот стол. Пришло четыре дамы. Может ли у кого-то быть каре? Нет, не может. Потому что, скажем, игрок вот с такой рукой может показать фулл хаус. То есть он убирает одну из дам. Вот у него такой фулл хаус. А человек, например, у которого есть шестерка, ну, например, вот такая вот у него карта, у него нет даже и фулл хауса, потому что он не может сказать, у меня две шестерки. Ему нужно положить две карты, еще одну какую-то с руки. И вот если он положит еще одну какую-то с руки, то он должен забрать либо шестерку, либо даму, то есть у него, вот у этого игрока комбинация такая. Три дамы, десять, восемь. Знаете, если хотите, мы просто, чтобы вы поняли игру, мы раздадим несколько сдач и сыграем, а потом я поговорю о некоторых выигрышных стратегиях ломахи. Игра происходит точно так же, как в Техас. От баттона ставится маленький блайнд и большой блайнд. То есть, Лера, у вас маленький, у Вики большой. Стоит учитывать, что Амаха под лимит играет. Да, в Амаху играют не ноу-лимит, обычно играют или под лимит вставить не больше банка, или даже просто лимит. Мы будем играть под лимит. А просто лимит это что значит? Просто лимит это значит, что повышать можно только на один шаг. Например, у Вика может повысить только до 100. Если Вика повысила до 100, Макс может только до 150. Я могу только до 200. Все, на этом заканчивается. Кэпс. Бет, рейс, рейс, это как бы лимитированная структура. Мы мало в нее играем, потому что она практически не распространена. То есть раньше играли в лимит очень много, а сейчас всем нравится играть крупно. Видите, сколько карт, еще 5 будут на столе, то есть мы будем строить из 9 карт свои комбинации. Комбинаторика значительно выше. Я ничего не делаю. Что? Я просто шею хотела потянуть. Шею, потяните. вот в эту сторону. Вам надо ходить, Катя. А, мне, да? Или 50, или 100, или сколько-нибудь. Ну, давайте 50, например. Все кол. Валера? Уй, Валера. Валерия. Хорошо, хорошо, Валера, это отлично. Кол. Тогда 25 заберите. А вам можно сказать чек, чтобы не повышать, и мы тогда будем открывать. То есть все точно так же сжигается одна карта, открывается три карты на столе. Обращаю ваше внимание, что, например, если в Техасе самое большее может быть двусторонний стрит, то вам в Техасе в Амахе может быть шестисторонний стрит. От шестисторонний стрит. Сейчас я вам покажу, как он может быть. Давайте мы разыграем эту сдачу. Хотите, давайте мы откроем карты и посмотрим, у кого же она. Зачем я хотела сейчас так выступить, чтобы все сказали, как она выступила сейчас. Вот, два короля. А что у вас такого уж сильно хорошего? Эй, у меня полно хороших вещей. У меня номер один валет, пара. Теперь вы бы открыли еще две, и у меня бы еще пары выпили бы. Возможно. Возможно. Я тоже рассчитываю, конечно, на две пары. Два короля пока что имеют старшую пару. Наверняка еще десятка будет, мне кажется, должна быть. Да. Давайте посмотрим. Наверное, в этой стадии торговли мы скажем все чек, потому что Катя имеет пару валетов, там имеется король, здесь имеется 10-9 двусторонний стрит у Вики и парочка пятерок. Придет туз, у нее будет две пары, придет десятка, девятка, тоже две пары. У меня тоже есть какая-то девятка и восьмерка и на стрит, с чем мы будем дальше иметь вот как бы три восьмерки. Здесь пока что ничего хорошего. У меня ничего хорошего, пока еще одну карту. Вот у меня фулл хаус. У меня нет. Смотрите, вот у меня я кладу еще восьмерку и четверку, получается три восьмерки и две четверки. А могу по-другому, могу просто положить, например, две четверки, вот так вот. И тогда у меня будет фулл хаус на четверку. Ну, в Амахе, наверное, сила карты не такая, как в Холдеме, иногда сад не имеет сильной ценности, потому что здесь сколько игроков, сколько карт, и нужно выбрасывать фулл хаус и даже флеш. конечно. Во-первых, во-первых, в Амахе стартовая рука не имеет такой большой силы, как в Техасе. Например, в Техасе старшие пары, зашел ты на двух тузах, и очень часто ты выиграл банк, не улучшив руку, так и осталось два туза. В Амахе такое бывает гораздо реже, то есть даже две пары не такая сильная комбинация. То есть, Амаха это игра нацов, и очень часто бывает, что уже лежит готовый, например, стрит у человека. Ему нужно ставить, по возможности сильнее защищать его, ставить полный банк, потому что у другого человека есть там на флеш, а также, например, фулл хаус, на фулл хаус, то есть, ну, какой-нибудь сет две пары. И еще может быть там какая-нибудь две карты на повышение стрита. Я могу рассказать такой случай про себя. Я играл на финальном столе в Амаху в турнире Москоопен, вот, и у меня был стэк самый большой, и почти половина фишек всего турнира, то есть. И пришла мне вот такая карта интересная в Амаху, будь она неладна, пускороль червей, и какие-то там 9-7 разномастные. Девятка и семерка, так скажем. девятка даже не пиковая. Возьмем какую-нибудь трифовую девятку, вот так вот. А на стол пришла такая карта 10-8-6. Две пики. 8 и 6. Есть здесь шестерка пиковая или нет? и проложу десятку. Такая вот карта. Ну, то есть, у меня как бы готовый стрит. И вдруг человек с первой руки, причем опытный профессиональный игрок, француз Филипп зитрон ставит полный банк. Я выбирал, сначала рассмотрел возможность паса, конечно, что у меня нету пики, у меня нету надвышек надстрит на вырос, но с другой стороны у меня надстрит, то есть, вы видите, да, то есть, пока что мою руку никакая другая рука не бьет. Вот, я подумал, что если выкидывать надстриты, то лучше вообще не играть в покер. То есть, я исключил возможность паса, и дальше что мне делать? Просто кол играть или рейс? Вот, если я сыграю просто кол, я не буду знать, что мне делать на следующих улицах, потому что я не очень, не вполне представляю его карту, то есть, если у него, у него может быть, например, такая рука, две десятки, например, вот, и какие-нибудь еще там, не знаю, девять валет, например, может быть, такая рука у него? Вполне, вполне возможно, и тогда, я боюсь любого повтора, боюсь семерки, боюсь дамы, вот, у него может быть такая же рука, только какая-нибудь, там еще пика на вырост, например, ну, еще там дама и король, например, вот как-нибудь так. Представляете, сколько ему для такой руки подходит аутов? То есть, ему годится семерка, девятка, валет, дама, любая пика, то есть, у него, может быть, флешит четырехсторонний стрит. Единственное, что я знаю точно, у него не может быть трех возможностей, у него не может быть стрит, флеш и как бы фулл хаус существует, потому что у него карт всего четыре, вот, и поэтому, чтобы одну из таких возможностей себе на будущее сократить, я сыграл рейс, вот, в ответ получил еще ререйс, короче, мы с ним поставили олдин еще на флопе, вот, и когда дилер сказал, пожалуйста, откройте ваши карты, он положил довольно странную для меня, как бы, карту, все четыре, во-первых, были пики, то есть, я подумал, что он делает, балет девять, дама три у него были, вот так вот, троечка пиковая и пиковая дама, вот так вот, я подумал, ничего себе, он же сам у себя ауты, как бы, украл, потому что ему нужны пики, а их у него вместо двух, четыре, то есть, в колоде у него осталось не девять пик на флеш, а только семь, вот, ну, думаю, какой странный человек ходит, решил сыграть на весь тег, вот с таким вот, ну, с такой мусорной рукой, вот, ну, сразу же, четвертой карты пришла какая-то семерка случайно, я уже проиграл без аутов, то есть, у меня уже, уже все, я ничем не могу усилить свою руку, вот, так что пятую карту можно не смотреть, и я пришел, поднялся в номер и включил этот свой плакерный калькулятор, у нас был такой для Махи самодельный, и увидел, что в этой позиции в самом начале у меня было всего 36%, то есть, и поэтому я подумал, что надо будет написать себе позиции и проработать их на калькуляторе, потому что их надо распознавать изначально, когда только еще открыли руки, я подумал, ну уж всякое разное, у меня 50%-то есть, то есть, не хуже, оказалось всего 36%, вот, а как бы, вот может быть, шестисторонний стрит, знаете, каким образом, например, если на столе лежит какая-нибудь такая карта, 8-9, достаточно, 8-9-2, например, а у нас такая карта, у нас в одну сторону есть валет 10%, а в другую сторону есть 7-6, вот такая вот рука, и вот вы можете посчитать ауты на такой руки, то есть, нас устраивает любая пятерка, будет стрит вот так вот, 9-8-7-6-5, и дальше, если шестерка откроется, у нас будет стрит 10-7, если семерка, валет 10, если десятка, валет 7, если валет 10-7, если дама, то есть, нам годится дама, валет, то есть, нам годится вот 4 любых наших, и плюс еще по одной из боков, то есть, это шестисторонний стрит, плюс, если это еще есть на флеш, вот, можно легко посчитать, сколько аутов, наших таких карт в колоде есть 3-4-12, плюс еще боковых карт 8, это 20 карт только на стрит, вот, и еще некоторое количество на флеш, страшно подумать, можно иметь сет, и играть доминируемую руку, точно, так как был такой случай, меня попросили посчитать за столом, играл такой наш регулярный гость, араб, Стив, бумельхем, вот, он такой, тайтовый игрок, серьезный, консервативный, если он в Амахе делает рейс, у него, как правило, два туза, а самая сильная рука вообще в Амахе считается туз-валет, туз-10, одномастный, то есть в одной масти туз-валет, а в другой масти туз-10, вот это считается самая лучшая рука, потому что, во-первых, своя пара, во-вторых, две масти, в-третьих, множество стритов она образует, вот, в-четвертых, она не, именно не король дамы, потому что стритов больше, во-вторых, она сохраняет возможность для образования старших, там, парфухаусов, когда есть там короли дамы, люди, друг, так вот, и Стив играет рейс, у него какая-то рука, ну, такого плана, и дальше на стол ложится туз, что-то такое, 8-6, причем, ну, две карты одной масти, а у моего приятеля, у Сережи Шамсуддинов, такой какой-то разветвленный стрит с червями, то есть у него есть, там, 7-9 какие-то червовые, вот, и типа какие-то там, не помню, 5, ну, что-то такое вот длинненькое, может быть, 4, вот как-то так вот, то есть, и ему, во-первых, он понимает, что если у человека есть два туза, а червового он видит на столе, то у человека, значит, точно нет червового туза, поскольку у него хотя бы один из тузов должен быть мастевой, у него не может быть двух червей, следовательно, вот эти маленькие червы будут нацфлеш, вот, и он мне задал, тот, получив свой сет тузов на флопе он поставил банк, а Сережа меня спросил, вот интересно посчитать, вот сейчас мне надо его переставлять в лулин или просто кол играть, ну, зависит от того, насколько у него, он говорит, я понимаю, что у меня лучше, но не знаю, насколько, вот, но я Стиву сразу же перевел этот вопрос, что это не какой-то там обмен информацией, потому что я участвовал в игре, но я выбросил свою руку, вот, и я говорю, Стив, if you don't mind, I'll calculate, я сейчас посчитаю, а после того, как вы разыграете, я ему скажу ответ, вот, ну и посчитайте, вот, четверка дает стрит, семь, пять, да, пятерка дает стрит, семерка дает стрит, девятка дает стрит, и десятка дает стрит, то есть у него пятисторонний стрит, и еще, как бы, все червы, то есть тут легко посчитать, пятисторонний стрит, четыре этих карты дает двенадцать аутов, и еще четыре десятки, да, шестнадцать аутов у него на стрит, и девять червей минус три, пятерка, четверка и десятка, то есть двадцать, ну, шестнадцать и шесть, двадцать два аута, двадцать два аута с двух покупок это больше 60%. То есть человек на трех тузах, получив от него плюс банк, по идее должен выбросить. Ну, то есть, если это он еще может платить, а если и дальше еще будет продолжаться игра, то уже не может. Причем этот хорошо понимает, что у него два туза, и больше если откроется хоть один повтор, он уже как бы платить не будет. То есть потенциальных шансов у обладателя двух тузов нет. Вот такая вот смешная игра. Это старинная русская народная забава Амаха Холден. Будем считать, что мы все поставили блайнды и их уравняли, если вы не против. И сразу же начнем играть. Амаху редко, кто играет рейс до флопа, и почти не существует руки, чтобы на чужой рейс выбрасывать. То есть это мало кто понимает. Но любой, вот я пытался считать на калькуляторе, кладешь человеку вот самую лучшую, туз валет, туз 10, по мастям, а себе набираешь, вот, ну вот какой придумаешь мусор, два, там семь, валет, что-нибудь такое. Все равно есть 30%. Наверное, поэтому Амаха нов лимит нет игры. Потому что там... Потому что все будут ставить лвы до флопа. Так. Будем считать, что мы все уравняли кол, и теперь мы открываем карту. Вот такая вот. Придем, всегда есть всегда есть что-нибудь. Или две пары, или пика на флеш, или какие-то стриты. То есть редко можно придумать руку, где вообще ничего нет. А можно посоветовать? Тихонечко. А вы спрашивайте, вот, иносказательно. А можно я вам покажу? Нет, показывать нельзя. После сдачи. А ходите, как Бог на душу положит. А потом посмотрим. Ну, конечно. Вы можете сказать чек, а можете сделать ставку. Но не больше банка. То есть вы должны использовать три карты со стола, и две свои? И две свои. Не больше банка, а меньше? Меньше, пожалуйста. Можно, начиная от 50. Я поставлю 50. Хорошо. Я должна поставить 100, да? Вы должны или 50, или пас, или повысить. Как в любом покере. Повысили. Если молча, это считается кол, поэтому говорите. Рейс. Рейс. Кол. Менюш. Что надо уравнивать? Кол. Кол. Две свои, три со стола. Да? Ну, давайте так, чтобы чек. Нет, 50 надо добавить, чтобы все было по 100. Это уже 7-9 у кого есть, у того стрит. Поскольку он понимает, что если кто-то идет на пику или на двух парах и его обыграет, то у кого стрит, должен немедленно дать как можно больше, чтобы заставить выкинуть. Либо дать плохие шансы банка. Помните, мы сравнивали вероятность проиграть и ответ банка. Ну, то есть я должна еще 100 поставить, да, если я хочу пойти кол? Или чек, можете сказать. Вы можете говорить чек. Хочу посмотреть следующую карту бесплатно. Хорошо, чек. Следующая карта бесплатно. Чек. Чек. Рейс. 200. Кол. Я два раза, да, по 100 ставлю? Вы 100 ставили уже, и вот теперь всего должно быть 300 вот ваших ставок. Угу. Да. Пас. Пасу надо выкинуть, карта. Я выкидываю, вычитай. Лучше чек, потому что пасу еще не обязательно. Да, тогда чек. Спасибо. Давайте чек. 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 Открывайте. Валера, Валера первая. Я сначала ошалела от того, какая у меня была карта, но я совершенно не знала, что мне с ней делать. Поэтому я говорила, можно мне посоветоваться? Я просто, я думала, что я сойду сама. У вас есть пара тузов. Да. И все, как бы. И все. Да. То есть вот пятикарточная комбинация у меня не получалась. Тут есть тоже пара тузов. Никак стритов не получается. У вас пара тузов с уолетом, а тут пара тузов с королем. Страш. А тут у нас есть 7-4 стрит. Покажите, как у вас стрит получился. У меня есть вот 4, 3, 4 и 7. Да. Спасибо. У Кати стрит. 8, 7, 6, 5, 4. Угу. То есть теперь нужно... Какая комбинация может побить этот Катин стрит? Стрит старше. Стрит старше, если будет семерка и девятка. И все. Других нету, флешей нету. Вот. Ну, я вот коллировал, на самом деле, в Амаху это плохой ход. То есть у меня мог быть флеш, но удивление он был бы старше. Потому что ни у кого не было двух пик старше моих. Но это очень плохие пики. Ну и плюс еще семерка, если бы пришла, давала бы мне стрит самой старшей нации. 9, 10. Вот ради него я мог еще играть. Но всего 4 аута. Вот. Поздравим Катю. Спасибо большое. Начинаем играть на антикоте. А я думаю, пора. Мой день сегодня пришел. После кофебрейка продолжим, разберем пару задачек. Да? Так что, пожалуйста, меняйте ваши деньги. Или после чая. Или после кофе. Коша сегодня. Коша сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, сыграем еще просто, чтобы вы немножко как бы попривыкли Баттон точно так же переезжает, как и в холдоме Баттон переехал, я делал Теперь Викин маленький блайнд, Катя старший Теперь Викин маленький, Катя большой 25-50 Это кардхолдер Это чтобы вашу руку случайно не забрали в пас Вы когда в игре кладете этот кардхолдер Кард протектор А, как вот так ставишь? А маленький блайнд не может быть меньше? То есть больше 25? Нет, это как мы договорились Мы можем играть 25-50, 5-10 Это слепой, да, планет? Слепой, да Ты отдаешься, я бы себе бы забрала Макс, вот тебе сувенир хотели дать Ну, калируйте и потом рассматривайте Это там можно долго изучать Там всегда очень много интересного Я за деньгами сегодня, да, как будто бы сижу? Угу Как будто вас послали за деньгами Да Все, кал Теперь смотрим Кому что принесло Вот пришел ваш любимый слог Король-дама Первая ходит Вика Говорит, можно сказать чек, можно что-то ставить 50 Рейс Очень нравится делать рейс Конечно Только на повышение Не колл 100 Колл 100 Колл 100 50 заберите Вик назад Ну, снова Вика первая Нужно чек, там же у нас Катя будет рейсовать, у нее что-то хорошее О, я рейсовать? Может быть, чек скажет Ну, come on, now Еще 100 Да Рейс Кул Вот это интересно будет, наконец. Одну, 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 суточку, одну. Одну я у вас уже забрал, правда. Как с нами, легко? Есть, есть. Пожалуйста, кем с тобой забираете? Это не наши, это окей. Первая, снова Вика, первая. Две есть. Ну, давай-ка, чуть-чуть просто. Ну, хоть чуть-чуть. Вот, правильно, правильно. Немножко. Что? Я пас. Я тоже пас. Нет. Каманье! Мы потом разупредим и рассмотрим. Макс, тогда мне подскажи, пожалуйста. Мне нужен кто-то рядом, мне голос нужен. Голос слышать? Сделайте как-нибудь наугад, а мы потом изучим. А вы как сделали, Дмитрий Семенович? Я выбросил пас тоже, как и Макс. Испугались. Можете взять мои карты? Ну, я могу вам сказать, что вот я выкинул одну такую, поэтому вы можете сделать, как я. Не могу. Я, может быть, сейчас совершу ошибку, но... Конечно. Лучше сделать и жалеть, что сделал, чем не сделать. Вот так, да? И жалеть, что не сделал. Правда? Это правда. Все. Открывай. Все, открывайте карты. Давайте, девочки. Начнем с Вики. У Вики что ли? Какая комбинация? Пару королей, да? Есть пара королей и девяточка кикер. А пара два? Две пары. А двоечка. Король два, извините, не вижу. Здесь тоже две пары, но старше. Короли и дамы. Катя, что ты творишь? Отлично. У Леры своя пара два туза. Да. Ну, нет второй пары. То есть, если бы пришла бы пятерка, двойка, вместо восьмерки, то у вас, ну, двойка, вы бы проиграли. Рано, еще не было команды, что у тебя лучше. Нет, у меня есть лучше. Там еще тузы. Флэш-тробл. Флэш-дро еще был. А у кого флэш-тробл? Ты рано забрала. Ты рано забрала. Флэш-дро, но флэш не дошел. А, ты не дошла, извиняюсь, не дошла. Это я извиняюсь, не дошла. А потом, почему не стоит тянуть флэш-дро? У меня было флэш-дро, но там еще два было. То есть, я ведь здесь и дамы. А что такое еще раз? Можно я, вот, пока за перепалкой я пропустила, что такое флэш-дро? Флэш-дро это четыре... Дро это прикупать, тянуть по-английски. То есть, вы прикупали, тянули трефу. Я думала, рисовав, писал. Вы тянули трефу. Угу. Если хотите... Давайте еще сыграем, хорошо. Я дам маленькую задачку просто на сообразительность. Можно считать... Ну, всем, кто любит что-нибудь такое на сообразительность, у вас такая неважная карта пришла в Амаху. Кстати, обратите внимание, что если пришли три карты одинаковые, то их лучше выбросить. Потому что всего две же играют с руки. То есть, мы никогда не получим каре на этих трех картах. Причем, вероятность купить цита у нас в два раза меньше, потому что тройка осталась в колоде только одна. То есть, ну, такая совершенно бессмысленная рука. Три тройки и девятка. Раздали бы четыре туза, и можно сразу выбрасывать пас. Четыре туза – это сразу пас. Четыре туза – это самая плохая карта. Ну, четыре двойки еще хуже. Тузы можно хоть парочкой куда-то подложить. Я предлагаю... Задачка такая. Положить три различных доски, на которых вы точно уверены, что у вас нац. То есть, у вас небитка – самая лучшая из возможных комбинаций. Так. Больше всего это... Я кофе-брейк беру. Задача для Макса. Но вы подумайте... На досуге я боюсь, что сейчас это будет длинно. Я просто хочу показать, насколько это красивая задачка. Но одна комбинация достаточно очевидна. Если на стол придет три девятки, то у нас будет каре, и вряд ли кто-то может получить больше, чем наши каре. Единственное, что нужно позаботиться о том, чтобы не было какой-нибудь старшей пары. То есть, если мы положим два туза, у кого-то вдруг два туза, у него каре старше. Ну, какая-нибудь вот такая карта на столе. У нас очевидный нац. Второе. У нас мы берем вот такую карту. У нас получается кара девяток. Второе – это 9-9-3. 9-9-3. Тогда возьмем 9-3. 9-3. У нас будет старший фулл хаус. Да, и какие мы другие еще карты положим? И где еще? Ну, другие карты, очевидно, не должны иметь возможности составить ни кары, ни флэш. То есть, они должны быть меньше. Нет, не получается. Если мы положим двоечку и положим какую-нибудь четверочку, то там может быть оставшаяся девятка с картой старшей тройки. То есть, 9-9-3 не годится. Не бывает. То есть, поэтому с девятками больше пока не рассматриваем. Вот. Следующий нац – это такая вот конструкция. Если на столе вдруг выложат такую карту… Лев, это твоя тема. Да, да, да. Это хорошая же карта, да? Заткните все. Ну, что из одной руки мы должны использовать только три карты и две какие-то убрать. То есть, если мы уберем валет 10, то у нас будет нацовый флэш. И мы точно знаем, что ни у кого нет старших, потому что валет с десяткой невозможный у людей на руках. Мы их видели на столе. Ну, и третья, возможно, и последняя. То есть, всего 13. Больше нельзя придумать. Последняя рука – это если лежит четыре двойки и оставшаяся тройка. Кто-нибудь может сказать, почему мы точно уверены, что это лучшее? Двойк в колоде нет уже. Да, двойк в колоде нет. Мы выбираем три карты. Которые ни у кого невозможно. То есть, если лежат вот такие карты на столе, то это тоже нац. Потому что мы поставим вместо двоек две тройки, и у нас будет фулл хаус тройки и двойки. А любой другой человек, какую бы сильную карту не имел, он может положить только лишь, например, три двойки и два туза. То есть, она же фулл хаус на тройках будет старше, чем у фулл хаус на двойках. А можно спросить, допустим, ну здесь четыре двойки, и кому-то по счастливой случайности может такое быть, допустим, четыре четверки там или пятерки? С руки две карты. С руки можно использовать только две карты. То есть, если у вас есть четыре четверки, то вы можете предложить, там, ну что, любые свои две карты, например, две четверки. Тогда у вас какая будет комбинация? У вас будет фулл хаус три двойки, две четверки. Я предложил лучше три двойки, два туза, и все равно они проигрывают трем тройкам. Вот такая удивительная игра. Это «Амаха» совершенно парадоксальными вещами. Давайте посмотрим, тут у нас есть две задачки, что нам придумали составители задачек. Под лимит «Амаха» шесть игроков, наша позиция на батоне, и у нас такая карта шесть, семь, восемь, десять. У всех примерно по 200 долларов. Блайнды 24. Игрок с первой руки делает мини-рейс. Четыре. Все пасуют, вы калируете. Маленький блайнд пас, большой блайнд ставит 25. Первый рейдер, подумав, пасует. Большой блайнд играет довольно тайтово. Вы решаете закалировать. В банке 56. На флот приходит шесть-семь валет. Давай я вам две нижние пары. Соперник немедленно... Соперник немедленно нападает ставкой в банк. Делай его 110. Что делать? Я бы... Мой инстинкт был бы пас, потому что уже чувствуется, как у него чего-то есть. Но, может, у него... Я бы пас. Тут, очевидно, у него какие-то сильные карты. Кто еще? Я бы кол. Потому что у него что-то есть, я понимаю, но у меня ведь тоже что-то есть. Может, две пары, так? Ол-ин. Ол-ин. Ага. Ол-ин. Почему так кажется? Я бы тоже, наверное, поставил Ол-ин. Потому что я не могу поставить ему, что он делает такой раз 25 с шестерками, с семерками. Такая карта. У него, скорее всего, какая-то старшая пара. Может, там, два туза, валит 10. Какая-то такая... Он, наверное, по оверх паре ставит сразу банк. Я думаю, две пары достаточно карты, чтобы поставить Ол-ин. Хотя, если я бы не был уверен, я бы просто выбросил. Именно в этой ситуации, мне кажется, можно поставить Ол-ин, когда бы я учился. Я вам сообщу, что две младшие пары в Амаху это хуже, чем одна старшая и там три свободных кикера. То есть, младшие две пары очень слабая рука, очень часто ее переезжают. Вот. Поэтому, еще не зная, что сказал бы составитель задачи, на самом деле ошибка была сделана еще на префлопе, такую руку надо было выбрасывать, глядя на такую торговлю. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, всем скажите, что я про вас. Это про вас. Однако, раз вы уже вляпались в неприятности, то придется оценить следующие факторы. Во-первых, у вас хорошая позиция. Единственное, жалко мало денег. Во-вторых, с большой долей вероятности сопернику можно положить пару тузов. В-третьих, очень похоже на то, что кроме тузов у него ничего нет. Очень много, очень многие слишком уж влюбляются в руку два туза, две маленьких, даже не обращая внимания на флоп. Вероятнее всего, лучше сыграть кол и смотреть терн и действия соперника. Я также рассуждал, думал, что кол нет смысла, потому что сколько опасных терна у нас будет. Если бы лимит даже был побольше, я бы, наверное, выбросил. Так бы, как я учусь, я бы проверил просто. Интересно, сколько у нас процентов будет. Я думал, что у нас больше против тузова. Казалось, что мы будем конфликт играть или даже позади. Да. Поэтому, наверное, фолк. Да, потому что, во-первых, тузы ему даже против наших двух пар хуже. Какая-нибудь, вот любая разветвленная карта с валетом. А если у него, например, валет 10, 9, 8, то у нас просто беда. Вот мы можем, сейчас я вместо туза короля дамы положу ему. На самом деле, это хорошая карта, заслуживающая рейза. Например, туз 10, ой, валет 10, 9, 8. Посмотрите, у него там невероятной длины стрит лежит. Невероятная, всего там четырехкарточная. Плюс старшая пара, плюс, ну, вообще-то не так много. У нас же тоже есть, кстати, карты некоторые на стрит, поэтому, все равно 52%. Если у нас было 6, 7, 8, 9, мы, наверное, могли спокойно овен ставить. 6, 7, 8, 9, намного лучше. Конечно, то есть, десятка дает. Причем, если бы мы, у нас есть две пики, если бы у нас, например, какие-нибудь две червы были бы здесь, чтобы у нас было бы два ранни-раннера флеша. Ну, то есть, я тоже закол, потому что, уж лучше, если повысить, если мы считаем, что мы остались впереди, например, упал какой-нибудь бланк, там двоечка, то вот нам лучше этот банк поставить на терне, чтобы, что с двух покупок у него, как правило, всегда будут ауты, и мы будем стоять хуже. Дмитрий Снеславович, а вы могли бы сейчас на весь стол сказать, что я прав? А-а-а-а! Я даже могу открыть окно и прокричать на всю улицу. Достаточно. Лера права. А почему и нет? Это неплохо. Тогда все будут знать. В Махе, наверное, все ходы хорошие. Рано. Там минус несколько процентов. Следующая задачка. Озвучу. Наша рука. Король валет 10-8. Король валет 10-8. Игроки явно с опытом. Блайнды 25-50. Вопрос. Первый игрок заходит колом, и вы тоже решаете сыграть лимпом, поскольку на рейс такую руку надо явно выкидывать. Игрок на позиции отреза. Отрез или по-английски это cut-off. Это тот, который сидит перед баттоном. Он как бы отрезает стол от игры перед баттоном. И маленький блайнд коллирует. Большой блайнд-чек. На флоп падает 10-7-3. Давая вам топ-пару и стрит с живот. Первые три игрока играют чек. Вы решаете очистить поляну и ставите половину банка. При таком количестве людей легко можно проиграть крупный банк с такой слабой картой. И именно поэтому вы решаете проверить ситуацию ставкой в полбанка, планируя выкинуть на ответный рейс. Коллирует вашу ставку двое. Отрез вот этот и маленький блайнд. На тернии выходит девятка червей, давая вам стрит, но при этом создавая угрозу флеша. Маленький блайнд играет чек. Какой ваш план действий? Я думаю, здесь стоит сыграть чек, потому что у нас стрит, но там два кола, скорее всего, какого-то было флеш-дро. Возможно, уже флеш-дро закрылась тузом, и нам нет смысла ловить с королем. Думаю, сыграть чек, если пойдет довольно большая ставка, более полбанка стоит выбросить. Но если пойдет ставка, там одна четверть банка, одна пятая, думаю, еще можно сделать кол и смотреть уже ривер. А скорее всего, чек-пасс. Чек-пасс, а потому что мы же флеш уже никак не можем переехать, у нас нету никаких фулов, у нас червы тоже нету. Это бубновый король. Могу спросить вопрос, почему просто не пасс, а делаем чек-пасс? Ну, потому что, может быть, если мы делаем пасс, мы уже не можем претендовать на банк. А может быть, если ни у кого нет червы, все чек-чек-чек откроем, и наш стрит просто выиграет, заберет этот банк. Почему же нам выбрасывать? Это раз, а во-вторых, это еще и некрасиво, мы же хотим вести себя по-джентльменски. А если мы остались, то противно их глифовать уже опасно. Тем более, оппонент будет понимать в следующий раз, если мы сыграем чек, то уже, скорее всего, карта, потому что мы постоянно выбрасывали и чек никогда не говорили. То есть, если мы играем чек, мы почти никогда не будем играть это без карты, мы карту выбрасываем. А если я хочу наглый быть, я делаю бет, да? Ну, дело в том, что если у кого-то есть флеш с тузом, тогда все. То он наглый, не наглый, он все равно ставит и все. Ответ такой, когда отрез заколировал на флопе, это сказала мне, что у него дро, но не на флеш, иначе он поставил бы рейс и правильно бы сделал, в чем я совершенно не уверен. А поскольку у меня в руке король червовый, один червовый только король, вот так вот, а по задачке червовый король восьмерка не буду, то есть, надо поменять местами, как бы, чтобы король все-таки создает какие-то опасности. Королем можно там блефануть, изображая флеш. То есть, если у человека нет туза, он может выбросить. Мы будем просто пугать этим королем. Тогда восьмерку поставим другую, вот так вот. Поскольку у меня король червей в руках, то я знаю, что он к тому же не может тянуть ко второму флешу. Таким образом, мой план поставить полный банк, если выйдет черва на терни, изображая большой флеш. Мало того, что вы уже можете быть старше всех, ваша ставка легко может заставить спасать мелкие флеши. Уверенность ставки проистекает из уверенности в том, что ни у кого из соперников нет наца или секонд наца. Особенно такой розыгрыш удачно проходит в игре с опытными соперниками, которые способны выкинуть мелкий флеш. Ну, это уже какие-то такие сложные вещи в омаху. На самом деле, один из самых распространенных приемов, раньше думали, что это только мастера, но сегодня уже его знают все начинающие игроки, что если у тебя, вот, например, у тебя был вместо короля червового был бы туз червовый, он бы ничего не помогал, потому что флеша все равно нет, но он помогает тем, что ты точно знаешь, что ни у кого нет туза, и если даже кто-то собрал флеш, ты можешь его выблефовать. Но в таком случае на терне надо играть, тогда будет чек-рейс, надо иметь достаточные стыки, чтобы человек боялся. Вот. А то, что он говорит, составитель, что имея выход на нац флеш, что он бы играл рейс на флопе еще, когда открылись только 10-7-3, это как бы, на мой взгляд, совершенно неправильно, вот, потому что, вот представьте, представьте такую вещь, вот открылся флоп, человек, который заходил колом сначала, ставит там, ну, какую-то ставку размером в полбанка или в банк, вот. А у тебя, например, есть, ну, такая карта, на флеш, ну, только без десятки, а какую-нибудь, ну, не знаю, девятку здесь положим к валету, да, все то же самое, у тебя есть стрит дыр там какой-нибудь, и плюс еще нац флеш, он ставит банк, если ты ему ставишь рейс плюс банк, то что ему делают бедняги с цитом десяток, например. Ну, хорошо, ты, ты пошел за какими-то своими дровами, да, ну, что ему делать с десятками, с десятками, скажем, может тоже какие-нибудь восемь-девять, может же быть такая карта, он просто поставит улын, и ты будешь свои дрова, хорошо это, если у тебя валет девять, а если у тебя король девять здесь какой-нибудь. Потом лучшекол, наверное. Лучшекол, конечно, вместо восьмерки, положи короля, и что у тебя тут? Ну, тут та же самая восьмерка животное и черва, ну и что? Вот, у него может быть не хуже, у него стритов больше, у него сет есть, вот, ну, ты только играешь на черву, фактически. Поэтому, и в Амахе игра нацов, поэтому он получил нац, можешь играть в рейс. И Амаха, чем еще, что тебе лучше все-таки ходить и за стритами, и за флешами, и за нацами, потому что очень много денег проигрывается, когда ты получил свой флеш или стрит, но он не нац. Допустим, такая карта, как, там, скажем, 5-6-4, например, вот здесь вот, на таком флопе, вроде бы тоже хорошая карта, получается трехкарточный стрит, такой внутренний, да, любая из вот этих трех дает тебе маленький стрит. Но уже считай его лучше не трехкарточным, а двухкарточным, потому что шестерку забудь. Если, если придет, ну, наоборот, лучше, вот такой вот представить, придет шестерка, то ты будешь опасаться 8-9. Поэтому ты не очень хочешь на таком флопе получить шестерку. Вот, то есть, опасайтесь, как бы, вторых по силе комбинации. Даже если зайдет стрит, у него еще будут ауты, может, на флеш, дрона, фулл хаус. Да, да, то есть, получив стрит, ты еще не уверен, не всякий стрит тебе годится, и плюс еще ты боишься и флешей, и фулл хаусов, то есть, амаха и гранат. Жалко, что урок кончается, потому что у нас еще масса тут была информации. Но, я думаю, это не последняя наша встреча. Встретимся приватным образом, поиграем в амаху. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok